Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Мы продолжаем рассказывать об очень интересном соревновании, которое проходит, точнее сказать, подходит к завершению в Ханты-Мансийске, а именно о Кубке мира, на котором сейчас проходят финалы. Главный финальный матч в борьбе за первое место, в котором встречаются бакинский гроссмейстер Теймур Раджабов и китаец Гин Вижень. Ну а также проходит параллельный ему матч за третье место, это своего рода ноу-хау. То есть ранее на Кубках мира матча за третье место не было. И вот в этом матче за третье место сошлись проигравшие в полуфиналах французский гроссмейстер Максим Вашхелаграф и его соперник, китаец Юй Яньи. Ну что касается вот этого самого матча за третье место, то вторая партия этого поединка проходила не столь интересно, не столь интригующе, как первая, и без особых приключений завершилась ничью, поэтому я даже не буду ее показывать. Хотя, конечно, пытался Максим Вашхелаграф, имея белые фигуры, поставить какие-то проблемы перед своим соперником, была разыграна русская партия, но там китайский гроссмейстер был очень хорошо подкован, очень чисто защищался и практически без малейших заметных ошибок как с одной, так и с другой стороны все это пришло к закноверному исходу, причаянно к мирной гавани. Ну а что касается матча за первое место, главного, конечно же, события всего чемпионата, то во второй партии этого поединка борьба протекала несравнимо более интересно, более любопытно. Вот когда я подводил итоги первой партии, то рискну утверждать, что Таймуру Раджабу и его болельщикам, пожалуй, не стоит расстраиваться из-за того, что он, Таймур, упустил преимущество белого цвета, завершил эту партию в ничью, поскольку, по большому счету, у Дина Леженя, при всей силе китайского гроссмейстера, третьего рейтинга мира, обладателя третьего показателя, нет ударного дебюта. И поэтому, а у Таймура все достаточно благоприятно складывалось, благополучно, во всяком случае, при игре черными фигурами фантемансийски, то есть поэтому, что белыми, что черными, не стоит уж большая разница. Иными словами, Таймур сможет уверенно отбивать дебютные наскоки, какие-то сюрпризы, которые ему может преподнести Дин Лежень в тех партиях, когда он имеет белые фигуры, то есть в нечетных поединках финального матча. Но то, что происходило сегодня, поколебало, можно сказать, даже опровергло подобную оценку. Ну и прежде всего, конечно же, речь идет о том подходе, который в данном матче исповедует Дин Лежень. Судите сами. Итак, Дин Лежень, Таймураджаба, вторая партия, и первый ход Дина Леженя, вообще говоря, ни о чем не свидетельствует С24. Он играет и так, и так, причем главное дебютное оружие, если можно так выразиться, Дина Леженя в предыдущих матчах, в предыдущих поединках, это каталон, серьезных проблем он не ставит, иногда переигрывает постепенно своих оппонентов, но это является, если я хочу сказать, являлось следствием не совсем уверенных действий этих самых оппонентов, соперников Дина Леженя. Если бы Дин Лежень продолжал следовать, придерживаться этой стратегии, а Таймураджаба бы четко, уверенно разыгрывал возникающие позиции, защищался, то, наверное, все складывалось бы для бакинского гроссмейстера достаточно благоприятно, благополучно, и, скорее всего, в этой партии был бы зафиксирован ничейный исход. Ну, пока что конь f6, теперь белые могли бы сыграть g3, именно так иногда, играя в такой манере Дин Лежень, или конь f3, например, но конь c3, и вот даже я решился снабдить этот выпад белого коня восклицательным знаком, потому что он, этот ход, ставит перед черными проблему выбора. Они, конечно, могли бы сыграть e7, e5, и, на мой взгляд, это сильнейшее продолжение в позиции, могли бы сыграть и g7, g6, но вот здесь, если бы черные сыграли g6, то ни защита Грюнфельда, ни строя индийская защита у них не получилась бы, потому что белые располагают возможностью сыграть e4, сразу же захватывая центр. Значит, строя индийская, это может получиться в случае хода слон g7, а вот в случае хода c5 и конь f3 получается система Марацци, на которую, наверное, не хотелось идти Теймура-Раджабу. А в случае хода слон g7, e4, и у белых выбор, максимально возможный выбор, какой именно вариант строя индийской защиты и какую именно систему избрать. Так вот, e7, e6 играет здесь Теймура-Раджабов, еще одна вполне нормальная альтернатива стояла в неведомом ходе c5, но e6 играет Теймура-Раджабов, видимо, полагая, что, скорее всего, его соперник сыграет d4, получится защита Немцовича, и мы будем играть защиту Немцовича, те варианты, которым Теймура-Раджабов, безусловно, готов. Если же белые не хотят играть защиту Немцовича, но пытаются свести дело к ферзевому гамбиту, к тем или иным вариантам, то у них не получается Карлос-Батт. В случае хода конь f3, ответы d5 и d4, черные могут сыграть слон e7, теперь уже не опасаясь взятия на d5, так как ни в один прием белый слон на g5 не попадает. Здесь, конечно, у белых есть слон f4 ход, но, видимо, к этому Теймура-Раджабов был готов. Так вот, ни то, ни другое, ни третье не получилось, по-другому пошла игра, потому что Дин Лежин сделал ход с e2 на e4. Ход старинный, давнишний, много раз встречался, в том числе мне доводилось когда-то, давным-давно его неоднократно применять белыми. У черных два ответа, два возражения. Идея белых понятна, если бы был их ход, то они бы сыграли, наверное, e4, e5, а затем d2, d4. И черные могут или сделать классический, так сказать, ход d5, сразу же контратаковать в центре, или ответить c5. Безусловно, ход d5, ну, скажем так, основной, более употребительный. И здесь, это было понятно Теймуру-Раджабову, его соперник Бель-Лежин что-то заготовил, имел какой-то камень за пазухой. Ну и вообще, однозначно утверждать, что после хода d5 все у черных идеально, проблем у них нет никаких, и белые эти проблемы поставить не могут, но это, скажем так, неоправданный, необоснованный оптимизм с точки зрения черных. Конечно, белые должны сыграть e5 сразу. В случае предварительного размена на d5, черные могли бы сыграть конь e4, здесь конь e4 не очень-то, но есть ход d4, основной теоретически, взятие на f6, то, что в партии не случилось. И белые должны бить bc, тогда ферзь бьет f6, возникает вот такая вот позиция. Белые могут сыграть и конь f3, кокетничая, не проводя сразу d4. Так, этот ход заслуживает внимания. Можно сыграть d4, это классика. Теперь у черных два хода. Или c5, на что белые, например, могут сыграть конь f3, потом с лунжи 5 пожертвовать пешку. Или после коня f3 разменом, давайте сделаем ход конь f3, чтобы познакомить вас, так сказать, предъявить то, что щита является классическим развлечением данного направления, данного варианта. Вот такая вот позиция возникает. Или e5, вот такой ход есть у черных, пользуясь тем, что попытка белых выиграть пешку не совсем удачно. Пешку они выигрывают, но после с лунжи 7 оказывается, что удар на e5 дает черным очень хорошую компенсацию за эту самую пожертвованную пешку. Можно сыграть здесь конь f3, вместо хода ферзь e2, взять и даже пожертвовать пешку. Но если следует с лунжи 4 шаг, проблем у черных нет. Можно даже пожертвовать пешку вот таким вот образом. Белые готовы отдать еще и пешку на c3, делают быстро рокировку и развивают какую-то атаку на позицию черных. Что именно, как бы именно трактовал эту позицию за белых Дин Лежень, мы можем только гадать. Может быть мы получим ответ в следующем четном поединке. А скорее всего Дин Лежень не пойдет на повторение пройденного, если он сохранит, ну не будем забегать вперед. Так вот, короче говоря, Теймураджабов подумав-поддумав, решил не играть d5, а продолжил партию ходом c5. Это вполне достойная альтернатива. Я бы сказал, даже в чем-то более принципиальная. То есть черные не соглашаются сразу же признавать себя слабейшей защищающейся стороной, которая, впрочем, имеет очень хорошие шансы нейтрализовать давление соперника и причалить к мирной гавани. А вот ведут игру на встречных курсах, поскольку после хода c5 белые фактически обязаны сыграть e5. Может быть они делают это с удовольствием, загоняют коня на g8. И вот если теперь белые сыграют d2, d4, то наряду с ходом конь c6 здесь, кстати, у белых есть определенные основания для того, чтобы рассчитывать на некоторые преимущества. Они могут, например, сыграть dc на конь e5, слон e3. Вот такую трактовку. Ну, можно просто взять на d4, сыграть конь fc6, на ферзь e4, например, d6. Ничего, по большому счету, здесь у белых нет. Позиция близка к равну. Так вот. Но главным продолжением здесь за белых является как раз то, которое избрал день належания. Это, конечно, не явилось мне ни для Таймура Рожабова, ни для шахматных специалистов сюрпризом. Это ход конь f3 на конь c6, d4, на взятие на d4 конь d4, жертвуя пешку e5. Если пешку не забрать, то белых будет просто получше. Это понятно. Например, если белые готовы ее отдавать, оставлять под ударом и дальше, то можно считать, что конь b5, конь db5 это угроза белых. Но если черные не слишком усердствуют в атаке или уничтожении пешки e5, можно эту пешку и защитить. Но черные, разумеется, поднимают брошную перчатку, пешку забирают, конь b5. Ну, в этом смысл всего маневра белых. Угрожает, во всяком случае, белые имеют это в виду, шаг с поля d6. Конь b5, d6, шаг. Допускать это неприятно, но, с другой стороны, если бы черные пытались воспрепятствовать вторжению коня на d6 с помощью хода d6, то в распоряжении белых имелся бы удар, такой очень неприятный штыковой удар сразу. Взять вот так и сыграть c4, c5. И на взятии можно меняться на d8, можно не меняться, а сыграть слона f4, даже вот здесь вот, например. И ход не слишком приятный для черных, потому что в случае размена на d1 и подвисает конь, и сохраняется угроза конь c7 в шаг. Точнее сказать, возникает она. Ну, а если сыграть, например, f7, f6, то в распоряжении белых имеется такой маневр, как слон бьет e5. Меняться на d1 в промежутке нельзя, потому что после взятия на e5 черные пропустят шаг конем, с e7 потеряют как минимум качество. Конь пройдет на поле a8. В общем, если же взять на e5, тогда можно дать шаг, и нужно дать шаг. g6 ход по сути дела единственный, взятие на e5, и черным плохо. Подвисает ладья, угрожает конь c7 в шаг, ну и как принято говорить, и так далее. То есть, ход d6 не решает проблем из-за хода c5. Хочу подчеркнуть, что здесь, конечно, то, что мы сделали, ход dc для черных не лучший, но если черные не берут на c5, а отдают пешку на d6, то возникающие позиции при материальном равенстве и двух слонах у белых, у белых лучше. Но черные могут сыграть a6, и перейти вот в такой позиции, где у черных лишняя пешка, и к ферзь d6 легко выгоняется с помощью хода конь f7. Однако слон e3. Белые готовы к ходу конь f7. Черные не торопятся, они играют конь e7, это теория. Черные пропускают удар слон b6. Этот ход белые обязаны сделать, для того, чтобы заставить черных перегруппироваться неким неоптимальным для них образом. То есть, чтобы не потерять ферзя, нужно сыграть конь f5, атакуя белого ферзя. Никакие ударные 5 не состоятельны, потому что после пройдет всего лишь размен ферзей, и переход в эншпи с лишней пешкой у черных. Компенсация к этому белых будет, но не для этого они сюда ведут, чтобы бороться за ничью без пешки. Ферзь b4, поэтому ферзь атакового нужно играть. Конь c6, это лучший ход со стороны черных, потому что ферзь e7, опять же, сохраняет за белыми довольно сильную инициативу, которую можно поддержать, в частности, и таким путем, как слон c5, но не обязательно. Просто можно отступить ферзем, и потом заиграть по центру, используя преимущество у слонов, преимущество в пространстве и давление по центральной вертикали. А ход конь c6 заставляет белого ферзя встать на ту поле, на которое ему не очень-то хочется вставать, на поле c5, и теперь уже приложение разменной ферзей более состоятельно для черных. Конь на c6 стоит лучше, чем на e5, он не подвержен никаким атакам, белый ферзь на c5 стоит хуже, чем на b4, в большинстве вариантов, и размен данной редакции на e7 для черных совершенно не опасен, поскольку они возьмут королем, потом сыграют d6, и полной компенсации за пожертвованные в дебюте пешки у белых не будет. Но они играют 3-0, делаю трекировку. Теперь одна из возможных альтернатив, возможностей, которые встречались на практике, это ход ферзь бьет c5, слон бьет c5. У белых не хватает пешки, но что важно, вот при таком изменении структуры, черные не могут сохранить материальные преимущества и развиться. Ход d6 это отдача, возврат пешки, у белых будет лучшее окончание. Опять же, может быть, не очень сильно лучшее, но все-таки лучшее. Ход d6 полного счастья черного не приносит, хотя кто знает, может быть, сюда черному стоило бы пойти. Но Теймур Раджабов делает самый жесткий, самый принципиальный ход d7, d6. Ферзь a3, рокировка, g4, сгоняя коня, пешка на d6 висит, но висит и белая пешка на g4, а обмен пешками, вот такой, взятие на d6, взятие на g4, ну, белых не устраивает. Они хотят претендовать на больше и играют здесь ладья g1. Вот я не могу сказать, что то, что дальше встретилось в этой партии, никогда не встречалось ранее, но утверждать могу другое, что ранее все-таки в большинстве партий черные предпочитались играть f5, заставляя белых высказаться. Они атакуют пешку g4, они готовы забрать ее конем, если белые не будут эту пешку защищать. Если же белая пешка пойдет вперед или ударит на f5, то черные сыграют или кони в 7, или конь бьет f5, защитят пешку на d6. И что важно, например, в случае удара на f5, позиции черных, пешная структура стабилизируется, а по линии f у черных появится контригра. Я не знаю, честно говоря, то есть я почти убежден, уверен, что Дин Ли Жень все это смотрел дома, готовясь к партии, потому что направление важное, и вполне можно было ожидать, коль скоро вы собираетесь сыграть e4, что соперник пойдет именно на это разветвление. Это не главное, конечно, разветвление, и не главный вариант, который мог ожидать китайский герсмейстер от Теймура Джабва, но все-таки считаться с ним нужно. А вот что касается Теймура, то ожидать от своего соперника Дина Ли Женя то, что он применит вариант в систему, во-первых, c4, потом c3, e4, ему было несравнимо труднее, и, скорее всего, именно поэтому или он, Теймур, не был так четко знаком вот с этим вариантом, с этой позицией, или что-то подзабыл. А может быть, кой не всем нормальный ход. В общем-то, борьба продолжается. У черных лишняя пешка, и вполне можно предположить, что задумался в этот момент Теймура Джабва не только о том, чтобы защититься черными фигурами, но, может быть, имея лишнюю пешку, заиграть и на победу. Все-таки атаки такой реальной у белых нет, но полная капитация за пешку, безусловно, безусловно, имеется. В 4 очень естественный ход. Белые готовят не сразу, а постепенно продвижение Ж5. Они, белые, пожертвовали позиционную пешку. Черные стеснены. Выскочить своими фигурами им трудно, проявить активность трудно, но лишняя пешка все-таки кое-чего-то значит. И черные играют слон Д7, А4 среди Ж5 и А5. А5 очень важное звено в контр-атакующем, защитительном, как хотите, плане черных. Конь их котов подумывает, во всяком случае, о том, чтобы прыгнуть на поле Б4, где будет расположено хорошо, и возможны различные контратаки, тем более, если белые пытаются нагнетать давление. Любопытное представление состоит еще в том, что белый слон на Ф1 пока что должен стоять на месте. Потому что в зависимости от того, как будет складываться игра, непонятно, на какой диагонали он должен стоять. То ли на поле Ж2, то ли где-нибудь на поле Д3, поддерживая атаку на черного короля. И кроме того, с поля Ф1 белый слон защищает пешку С4, которую отдавать в большинстве вариантов белые не имеют права. Но пока Ж5. Все вроде бы логично. И вот черные, судя по всему, все-таки должны были сыграть конь Б4. Ситуация непростая, неоднозначная. Ферзь Б3, самый правильный ход, как будто бы в ответ на это. Ну, потому что прямая атака, прямое нагнетание давления для белых невыгодно. Удар на Ф6 приводит после ферзь БТ6 к тому, что подвиснет пешка на Ф4, которую нельзя отдавать. Это лишний темп у черных. По линии С может начаться какая-то контр-игра также. Ферзь Б3 все-таки это ход, подготавливающий ход А2-А3. То есть это звено самого естественного плана, самой естественной реакции на выпад черного коня на Б4. Например, взятие на Ж5. А Ж именно так играть надо, потому что при взятии другой пешкой, во-первых, не будет открытой линии АЖ для атаки белых фигур, а во-вторых, в случае ФЖ белые отдадут в распоряжении черного коня важнейшее поле Е5, куда черный конь только и мечтает выпрыгнуть. Поэтому АЖ, конь АЖ8, это вот вариант, который совершенно необязательный, но который выглядит довольно правдоподобно. То есть черные осуществляют самый естественный маневр. Они переводят коня на поле Ж6, откуда он будет атаковать пешку Ф4, слабость белых, которая образовалась внезапно после того, как произошло такое изменение пешечной структуры. А3. Мы продолжаем план белых. Черные играют, предположим, Д5. И вот что дальше? Если сыграть здесь АБ, то после АБ атакован белый пони. Если он прыгнет на поле Б5, то можно сыграть ладья БТФ4. Посчитаем материал. У черных три пешки на доске за пожертвованную фигуру. Черные пограживают ходом ладья А1 шах. Может быть, выскочит еще черный слон на другую диагональ, но у белых лишняя фигура. Например, взятие на Д5, если, тогда можно сыграть ладья БТФ1. Опять же, я не настаиваю на взятии на Д5. Я просто иллюстрирую то обстоятельство, что позиция непростая, неоднозначная, даже вот здесь, что контрыград даже здесь есть, хотя я думаю, что объективно позиция белых пользы белых. Если взять на Д5, то можно пожертвовать качество, хотя тут же забрать фигуру, и таким образом выиграть две фигуры за ладью. Например, ладья Е1, тогда ферзь Д6. Возникают какие-то угрозы, идеи и так далее. Али позиция не ясна. То есть, белый король еще более открыт, чем король черных. И что здесь произойдет? Хотя вот я смотрю, может быть, все-таки я зря так сказал, а может не зря. Например, взятие пешкой. Шах тогда с H1, ход вперед. Слон там подвисает, но угрозы мата сильные. Ну, можно, например, давать шахи. Давать шахи черным ферзем, и я не уверен, что белый король может так уж легко, так уж безнаказанно убежать. Слон С4 есть еще идея. Но у белых есть идея Е7. Скажем, если делали такой ход, белые, предположим, сыграют вперед. Это импровизация, так сказать, по ходу дела. И здесь неприятнейший шаг для белых, ход ферзь Д7. После чего, если встать на Е3, тогда ферзь бьет Е7 шах. Если слон Д4, то будет просто уничтожен слон с шахом, а если отступить вот сюда, тогда будет удар, удар, удар. Ну и дальше можно хотя бы разменяться ладьями, хотя черные, наверное, дают мат после ферзь Д3. Или что-то съедают. Ну, можно разменяться ладьями и выиграть партию. Вот, простой путь к победе. Опять же, это совершенно необязательно. Я так развлекаю вас подобного рода необязательным вариантом и довожу его до выигрыша черных. То есть, все это свидетельствует о том, что, вообще-то говоря, контрыгра у черных есть в случае хода конь Б5. В случае хода конь Е2 можно просто забрать на С4, ферзь бьет С4, ладья С8. Ферзь бьет С4 ход, конечно, плохой, но, если его не сделать, то у черных грозные проходные, не так, не проходные, а продвинутые пешки, нависшие над белым королем. Понятно, что инициатива определенная принадлежит черным и компенсация за фигуру у них очень приличная. Так вот, АБ не очень вроде бы как за белых. Компьютер предлагает ход СД, конь бьет Д5, слон С4, конь бьет Ф4, конь Е4 и возникает очень сложная позиция. У белых активные фигуры, у черных две лишние пешки на доске и все основные слабости защищены, хотя, например, с угрозой конь Ф6. С идеей конь Ф6 нужно черным считаться, но они пока что готовы отдать качество. И у белых тоже не идеальный король, по линии С можно какую-то контр-игру затеять. Во всяком случае, вот так, на глазок, на вскидку, кажется, что у черных определенная контр-игра есть. Все далеко не ясно, и ход конь Б4 это оптимальное решение в данной позиции. Но Теймур занялся профилактикой. Он отвел короля на Аш-8, наверное, полагая, что не столь уж грозно атака белых, а вот в рамках тех вариантов, которые мы так прикидочно посмотрели, ну, опасно у черных. У белых тоже опасно. И это, конечно, уравнивает шансы. Но то, что у черных опасно, они могут что-то вззевнуть и просто проиграть партию форсированной, это понятно. А после короля Аш-8 никакого форсажа нет. Лишняя пешка у черных есть, но стесненное положение. Ферзь Б3. Загодя проводит некий схожий план Дин-Лежень. Конь Б4 теперь не столь вроде бы хорошо из-за А2-А3. Ладья Ц8 играет Теймур. Следует король Б1. Еще одна профилактика. Довольно забавно может показаться подобным маневрением в сложной позиции. Но в клинч фигуры еще сторон не вошли. Ж5 белые сыграли, но взятие на Ф6 не страшно для черных. И все защищено пока что у черных. И пешка на Д6, пешка на Ф6. И черные просто урушают позицию своих фигур. И вот здесь играют Е5. Е5, ну, трудно однозначно оценить этот ход. Он связан с тем, что черные обязаны проявить инициативу. Конечно, сыграв Е5, а у черных, повторюсь, нет активного плана, ясного. Если белые ведут своего короля в безопасное место, они уже близки к реализации этого плана, то дальше они могут сыграть или Конь Е4, или Конь Б5, может быть, Ж6. То есть, белым есть, как усилить позицию, если им дадут сделать несколько ходов подряд. Ход Е5 сразу же создает напряжение в центре. Но мне кажется, что с чем-то все-таки, принимая такое решение, Теймур в чем-то, точнее сказать, он просчитался. Конь Д5, самое естественное содержание. Слон Ф5 шаг. Если белые сыграли бы здесь слот Д3, то после ферзь Е6 слон на Ф5 защищен, а зацепка для контр-игры черных образовалась. Например, взятие-взятие на Ф6, Король А1, потому что нужно считаться с ходом Конь Б4, и важно, чтобы при размене на Ф5 ферзь черных на Ф5 попал бы без шаха белому королю. Но А4 тогда. Слон Бет Ф5, например, взятие-взятие, ферзь С3. Отмечу, что при наличии двух черных ладей ход Ферзь Ж3 не опасен из-за хода Ладя Ж8. Черный с темпом парирует главную угрозу. А Ферзь С3 вроде бы создает угрозу Конь Е7, например. Ну, можно взять на Ф4. Ход Конь Е7 возможен, но какая-то компенсация возникает. Вот я не знаю. Вот, может быть, здесь черным стоит вообще сыграть, а может, не стоит. Я хотел приграбить ход Ладя Ж8, но тогда после размены на Ж8 Конь Е7 все-таки действительно неприятно, а может, и не так неприятно. Конь Е7 нет хода, Конь С6 черный стоит, я очень извиняюсь. Да, поэтому не будем Конь Е7 обсуждать. Я только что зимнул. Ну, пешка на Ф6 висит, но можно сыграть тогда Конь С7 на Е5. Хотя, ничто, конечно, черных не побуждает так сильно ослабиться. И может быть, сильнейший ход за черных действительно Ладя Ж8. Вот такой вот ход. Ну, и все более-менее. Все более-менее, поскольку того ужасного хода, который я все время порывался сделать, хода Конь Е7 нет. На Ф6 защищено, на Е5 защищено. По линии в белой Ладьи сразу сокрушить черного ферзя не могут. Поэтому, наверное, не слон Д3, а Король А1 здесь лучший ход. И именно его сделал Дин Лежень. На что последовало ферзь Е6. Черный ферзь атакован. Ферзь уходит на поле Е6. Черный провоцирует белых на ход Конь С7, выигрывающие качество. После чего у черных появляется мощнейшая контрагра, поскольку атакующий потенциал кулак белых в этом случае разрушается. Качество они выигрывают. Но все главные фигуры черных остаются, которые могут торматься. Но Конь Д4, то, что бросается прежде всего в этом случае. Был сделан ход ЖФ. Может быть, этот ход в любом случае стоит включить. И теперь, предположим бы, в этой редакции это чуть более грозно для белых. Предположим, Конь идет на С7. Тогда взятие-взятие. Ну и самое меньшее, чем черные здесь обладают в этой позиции, это выпадом Конь Д4. Можно, кстати, и Конь Б4 сделать, претендуя на большее. Но вряд ли все-таки. Ну, допускать Коня на С2 нельзя. Поэтому нужно отдать качество назад. Взятие-взятие. Угрожает Ферзь Е1. Белый слон куда-то должен выйти. Но увидите, что белые уже под ухудшили, скажем так, взаимодействие своей силы. И понятно, что у черных очень неплохая контр-игра. Хотя вот здесь надо считаться сходом Ферзь Ж3. С угрозой прыгнуть на поле Ж7. Но у черных есть несколько возможностей. Точнее сказать, может быть, возможность одна, по большому счету. Ход Срон Ж4. Бить на Ж4 нельзя. Из Амата на Е1. А может ли разрушить взаимодействие сил белых с помощью хода Ф5? Скорее всего, тогда просто Ферзь Е7 это кое-то слона. И по-прежнему слон неуязвим. А защитить его можно будет сходить в ходу хода МХ7, Х5. Если слон наступит, у черных появится время для консолидации. Можно сыграть Ладья Ж8 и самим заиграть по линии Ж. То есть видно, что у черных здесь контр-игра. Ну, как минимум контр-игра. В случае хода КНЦ7. Может быть, здесь стоило белым сыграть Слон Ж2. Вот компьютер рекомендует этот ход, говоря, что здесь у белых лучше. Нечто очень схожее мы увидели вскоре по ходу партии. А2-А3 сыграл здесь Дильный Жень. Может быть, этот ход чуточку подвыпускает преимущество, которое объективно у белых есть. И черные были обязаны, как ни парадоксально, сыграть КНБ4. Создавая угрозу вторжения на С2. Причем, наверное, не КНЕМ, а СЛОНОМ. Слон С2 с атакой Ладья. Черные готовы разменять просто легкие фигуры. Можно отобрать, конечно, пешку назад. КНБ4, АБ и ФРБ4. Но тогда черные консолидируются. И уже другой немножко разговор пойдет. Хотя, конечно, ход КНБ4 с последующим. ФРБ4 заслуживает внимание. Но это не выигрыш белой партии. А если сыграть ФРФ3, здесь. Здесь, поскольку ясно, что двойной удар АБ-АБ невозможен. Белый король получит МАГ по линии А просто. ФРФ3. Тогда черные могут... Ну, например, у них есть очень забавная идея КНЦ2. И с точки зрения играющего в белом и шахматиста, это страшно. Ну, КНБ1 в ответ нельзя играть из-за КНД4. Шаг СЛОНОМ и теряется потом ФРС. Это понятно. КНБ4, если. То черные располагают ходом КНБ4. Вот повтор такой. Можно, конечно, вернуться на поле А1. Тогда КНЦ2. Если КНБ4, то просто АБ. И у черных все в порядке. На белого короля начинается атака. ФРЖ3 не опасно из-за ладья Ж8. Ну, и у черных плотненькая позиция. При материальном равенстве даже при лишней пешке. Если сыграть АБ, то вот здесь самое любопытное. ФРСД7 с угрозой ФРСА4. То, с чем надо считаться. Если теперь... Ну, как защититься от этого? Если взять на Б4 королем, а ФРСА4 мат, это очень страшная угроза. Это угроза мата в один ход. Если взять королем, то мат не получается в один ход. Но получается мат в большее число ходов. Показывая этот полукооперативный красивенький вариант. ШАХ и ФРСБЮЦ4 мат. Но можно взять на Б4 коню. И вот здесь вот вроде быть атака черного заходит в тупик. Потому что на ФРСА4 король С3. Конь прикрывает поле С2 от ШАХа черным ферзем. Ладья Д1 защищена ферзем. Если прогнать эту ферзя, то он наступит на Е4. На Е4, ФРСЕ2. А если Д5, вот красивый ход, который бы, наверное, решил все проблемы черных, если бы ДКБ. А если бы ДКБ, сводится в том, что после ЛДБДД5 ничего нового у белых нет. В смысле атакующих возможностей. И их атака зашла в тупик. Так вот. Но черные могут здесь сыграть не Конь С2, а ЕФ. И вот здесь чуточку интереснее складывается событие. Ну, я какую-то ерунду написал. Так, если ФРСЕ2, то ЛДЖ8. Начнем с того. Хотя можно и дать шаг. А если ФРСБЮЦ4, тогда Конь бьет Д5. Просто. Наверное, это оптимальное решение. Не связываться с ходом Конь С2 и с попыткой сделать ничью вот такую. Потому что здесь вроде бы тот вариант, который был раньше, если он не проходит. Ну, вот такой позиции после взятия на Д1 черные добродистики для этой фигуры. Белые берут на Ф5. И оказывается, что атакующий потенциал в черных недостаточно. У них почти не осталось фигур, которые могут атаковать белого короля. На шаг с поля Ц1 можно закрыться, например, Конь Ому. Ну, а ФРС угрожает матом с поля Ф6. Ну, вот если взять на Д5 здесь, вместо того, чтобы жертвовать фигуру, сыграть ФРСЕ5, то в позиции, в которой у черных лишняя пешка и довольно крепкая позиция, положение, ну, чем кончится, трудно сказать. Белые, наверное, стоят не хуже. Но какой-то серьезной атаки на черного короля не видно. Но Таймур Раджабов сделал ход ладья В8. Ход, который как-то душа не поворачивается, рука не поворачивается сделать, потому что ладья уходит с линия, а по линии она, по линии ладья это поддерживала в целом ряде вариантов атаку на белого короля после Конь Б4. Конечно, в большинстве случаев ход Конь Б4 не проходил. Конечно, теперь парированная угроза Конь С7, ладья ушла из-под вилки. И две ладьи черных по восьмому ряду гарантируют черным не получение мата в случае ФРСЕ3 и ФРСЕ7, потому что всегда у черных есть ход Ладья Ж8. Была образоверена одна ладья, можно так схлопотать мат после ФРСЕ3 или, в каком случае, что-то потерять. Тут же все вроде в порядке. Ну, вот очень сильный ход. Я вот повторяю, что на ФРСЕ3 следует Ладья Ж8. Сейчас следует очень сильный ход Слон Ж2. И оказывается, что позиции без спешки белые сохраняют доминацию. Причем никакие разгрузки типа Конь Б4 теперь в принципе не проходят. Ладья черных ушла, ушла с поля А8. Что делать черным? И вот надолго-надолго задумался здесь Теймур Раджабов. Попал уже в цейкнот. Ситуация примерно равна по затраченным временем и оставшимся временем, что очень важно в подобном роде сложных позиций. Ну, вот он сыграл Ладья Ж8. Хотя, по-видимому, вместо хода Ладья Ж8 стоило сыграть Конь А6. Перегруппироваться. Коль скоро у черных по-прежнему крепкая позиция. Вот такой вот Клин Ф6, Е5 и Д6. То не надо его разрушать. Не надо белым давать дополнительные поля для атаки. А, например, в таком вот варианте сыграть теперь уже Ладья Ж8, когда черный Слонь стоит хорошо на поле А6. Здесь чистая тактика в целом ряде вариантов. После Конь А6 Конь, в частности, защищает черного Слона Ф5. Вот зачем Конь А6? Конечно, с эстетической точки зрения ход выглядит нормально. Но конкретная идея, одна из конкретных идей стоит в том, чтобы защитить Слона Ф5. А вот после хода Ладья Ж8, Слон на Ф5 не защищен. И то, что не имело никакого смысла после хода Конь А6, теперь просто почти выигрывает партию. Конь Е3 с угрозой Слон Д5. Например, если бы черный поплыли по течению, взяли бы на Ф4. Тогда Слон Д5, что делать? Ну, на Ферзь Е5 следует Слон бьет Ф7. Если Ферзь бьет Е3, можно не заметить бегло, что этого коня защищает Слон Б6, то Слон бьет Е3. А если отступить куда-то назад, тогда взятие на Ф5, взятие на Ф7, у белых лишние фигуры, два слона и выигрышная позиция. То есть, Слон Д5 угроза страшная. Лучший ход для черных поэтому, наверное, ну как лучший. Вот известный такой шахматный анекдотик, скажем, когда вот еще в давнее советское время мастер выступает перед аудиторией, показывает партию выигранную. И вот говорит, что соперник сделал единственный ход, но он все равно не спасает. Ну, вот это из той же самой серии. Единственный ход, который все равно не спасает. Конь Д4, Слон бьет Д4, взятие, Конь бьет Ф5, взятие, Слон Д5. Пешка по-прежнему у черных лишняя, но все пешки черных слабы. У белых прекрасный слон, давление на черного короля, давление по линии Ж, атакован пока что кун. Это главное. Уступить он не может, позади него ладья. Поэтому ладья Ж1, взятие, взятие, Конь А6. Конь ушел. Ну, теперь ФБ6. Ферзь отсюда атакует пешки Д6 и Д4, это главное. Пешку А5 тоже атакует, но это менее существенно. Ну, и непонятно, что делать, как бороться с нарастающими угрозами, потому что взять пешку Ф4, например, этот ход не был сделан, тогда сразу выигрывает ход Ферзь С7, а такого на ладья создаются угроза Ферзь Ж7 мат. Ну, а если сыграть ладья Ж8, то, извиняюсь, слон бьет Ж8. На всякий случай так. Элементарно, очевидно. Ферзь З7 сыграл Тэмураджамов. Вет взятие на Д4. Пешек поровну. У белых доминация. Ферзь, слон, ладья. Все по фигуре прекрасные на Ф6 слабость. Ферзь Е7. Король Х2. Профилактика. Уже сейчас, безусловно, наметил Дин Нижень свою идею, основную, тактическую. Теперь белые могут сыграть ладья Е1, захватывая линию, потому что ладья при каране на Х2 неуязвима. Ее черный Ферзь возьмет без шаха, а иначе в случае Ферзь бьет Е1, Ферзь бьет Ф6 мат. Ну, КНФ5. Логично. Ферзь С3. Все идеи, о которых я говорил, сохраняются. Б7, Б6. Опять же, компьютеры говорят, что надо сразу было проводить эту идею. Здесь вообще без поддачи ладьи. Ладья Е1. Это еще лучше, еще сильнее. Но решил принадлежать усилить позицию пешечную свою, надвинуть пешку. Опять же, хорошей защиты у черных нет. Ферзь Е3 невозможно из-за хода Ферзь бьет Ф6 мат. Ну, там мат, бахода. А на ладья Е8 следует А6, еще более усугубляя защиту черных. Здесь нельзя играть КНФ6 причине ладья Е1. Теперь, если Ферзь Ф8, тогда ладья бьет Е8 и Ферзь Ф6 мат. Если взять на Е1, тогда мат в один ход. Тем более, КНЕ3 сыграл здесь. С горе Таймур Раджабов. Наверное, он считался. Времени было мало, кстати. У него уже висел, подвисал флаг. Это 39-й ход. Ладья же 7. Можно было сыграть. Но ход у ладья Е1 гораздо сильнее. Ход оказался последним. Таймур сдался. Даже не сделал 40-го контрольного хода. Основная идея белых – это ладья бьет Е3. Угроза. Например, делает черный какой-нибудь... Им, кстати, трудно находить ходы черного. Какой-нибудь ход. Тогда ладья бьет Е3. И Ферзь бьет Ф6 мат. Можно было поставить последнюю ловушку. И, наверное, с практической точки зрения, стоило-то я буду так поступить. Взять на Д5. И если белые возьмут на Е7, чтобы затем заматывать на поле Ф6 черного короля. Вот так вот. То пропустят шах на Ц3. Это шах. Это можно в иной ситуации зернуть. И белые остаются без ладьи и сдаются. Ну, конечно же, здесь нужно сыграть не ладья бьет Е7. Ладья неуязвима, потому что если эту ладью забрать, то будет дан мат два хода вот такой вот. Ну, а если не брать ладью, например, Ферзь Ф8, можно сыграть и ладья бьет Е8, затем Ферзь бьет Ф6, Ферзь Ф7 мат, можно сыграть Ферзь бьет Ф6, так выпендриться, покрасиво сыграть. На король Ж8 шах, шах и мат. Ну, а в случае взятия мат уже остается по восьмому ряду вот такой вот мат. Ну, до этого дела не дошло, потому что им Рыжавов признал себя побежденным. Ну, что можно сказать? Конечно, эта партия относится, я считаю, к творческим достижениям китайского размещения Дина Держенья. И она сделал очень серьезный шаг на пути к завоеванию Кубка Мира. Напомню, что Дина Держенья это рейтинг-фаворит. Рейтинг-фаворит Кубка Мира. У него третий рейтинг в мире. Давно уже третий рейтинг в мире. Если бы он не попал в финал Кубка Мира, то он все равно прошел бы в турнир путь от претендентов по рейтингу. Сейчас, в отличие от предыдущих циклов, по рейтингу допускается не два шахматиста, а только один, поскольку одно место, которое раньше было вторым по рейтингу, оно отдается победителю супер-швейцарке, которая уже 10-го числа этого месяца, октября, начнется на острове Бен. Это традиционный супер-швейцарский турнир, где играли всегда очень много сильнейших, самых сильных, очень сильных рейтинговых гроссмейстеров. Но в данном случае этот турнир еще снабжен дополнительным таким бонусом. Иными словами, победитель соревнования получит не только большой денежный приз, но и место на турнире претендентов. Что касается финального матча Кубка Мира, ну, хочу, так сказать, взбодрить, бакинских, азербайджанских болельщиков, любителей шахмат, те, кто наверняка переживает в связи с тем, что у Теймура Джаба Футап проиграл эту партию. Я, кстати, надеюсь, что борьба в матче не закончена. В следующем поединке, в третьем поединке, а матч состоит из четырех партий, у Теймура будут белые фигуры, и, наверное, он все-таки придумает какой-нибудь метод, какую-нибудь хитрость, для того, чтобы поставить перед грозным соперником серьезные проблемы, и, может быть, ему удастся сравнять счет. На этом наша программа окончена. Я, как всегда, призываю вас ставить лайки, подписываться тех, кто еще не сделал этого ранее, на наш канал, и, разумеется, побеждать своих соперников, когда вы играете с ними в шахматы. А пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok